Антон Палыч Чехов Белолобый Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Её волчата крепко спали. Она облизала их и пошла. Она была уже немолода, и чутьё у неё ослабело. Случалось, лисий след она принимала за собачьей, и обманутая чутьём сбивалась с дороги. В верстах четырёх от её логовища у почтовой дороги стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат. При нём находилась собака неизвестной породы по имени Арабка. Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо, Арабка спала под сараем. Волчиха взобралась на хлев и стала разгребать соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, и волчиха едва не провалилась. На неё вдруг пахнуло тёплым запахом навоза и овечьего молока. Прыгнув в дыру, волчиха упала на что-то мягкое и тёплое, должно быть, на барана. И в это время в хлеву вдруг завизжала и залаяла. Овцы шарахнулись к стене. Волчиха, испугавшись, схватила, что первая попалась в зубы, и бросилась вон. А в это время Арабка, почуявшая волка, неистого выла. Куда хто ли в зимовье растревоженные куры? И Игнат, выйдя на крыльцо, кричал «Полный ход!» И свистел, как паровоз. Должно быть, раньше он служил в механиках. Когда всё затихло, волчиха успокоилась и стала замечать, что её добыча тяжелее и твёрже, чем бывает в эту пору ягнята. Она положила свою ношу на снег и вдруг с отвращением отвернулась. Это был не ягнёнок, а щенок, чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арабки. Щенок облизал свою помятую раненую спину и, как ни в чём не бывало, замахал хвостом и залаял на волчицу. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней! Она оглянулась и щёлкнула зубами. Он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что она играет с ним, залился звонким радостным лаем. Уже светало. И когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчётливо каждую осинку. И уже просыпались тетерева, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка. Жила она с волчатами в неглубокой яме. Волчата уже проснулись и стояли рядом. И, глядя на возвратившуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них. Заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих. Уже расцвело. Волчата сосали свою мать, пихая её лапами в тощий живот. А её мучил голод. Голова разболелась от собачьего лая и хотелось ей броситься на щенка и разорвать его. Наконец щенок утомился и охрип. Видя, что его не боятся, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Лоб у него был большой, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперёд широкие лапы, положил на них морду и начал «М-ням-ням-ням, игра, игра, игра!» Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил одного волчонка лапой по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок встал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом. Потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним. Он упал на спину, и они напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его. Но не больно, а в шутку стало шумно и весело. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на борьбу и очень беспокоились. Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом тоже растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть. Весь день волчиха вспоминала, как блеял ягненок, как пахло в хлеву овечьим молоком и щелкало зубами. «Съем-ка я щенка!» подумала она. А щенок лизнул ее в морду, заскулил, и волчиха отошла прочь. К ночи похолодало. Щенок соскучился и ушел домой. Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Она тревожилась малейшего шума. И ее пугали пни и одиноко стоящие кусты можжевельника. Она бежала в сторону от дороги. Вдруг впереди замелькало что-то темное. Это возвращался к себе домой щенок. «Как бы он опять мне не помешал!» подумала волчиха. И быстро побежала вперед. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана соломой. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой. Но едва пахнула на нее теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный и заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу. Потом в тыру и почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял еще громче. А рабка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла. Закудахтали куры. И когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья. «Что там?» спросил странник. ночевавший в эту ночь у Игната. «Ничего, повадился наш белолобый к овцам спать в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит все как бы в крышу». Утром Игнат позвал к себе белолобого. Трепал его за уши и приговаривал. «Ходи в дверь, ходи в дверь». «Ходи в дверь». Продолжение следует...